расскажите про денежные победы чем жертвовали во что верили чем жертвовали чем же я жертвовала ничем не жертву и что не даже не знаю что за постановку вопроса жертвовали ничем я не жертвовала обо что верили веришь у что все получится всегда верю что все получится почему я говорю что нужно обязательно вот оба раза до оба раза и стилист и и стилист и дизайнер головного мозга что называется оба раза приходило пространство и брал за руку что называется не я приходила к людям и говорила может вас проконсультировать можно еще бесплатно сделать чтобы вы посмотрели что я хорошо это сделаю нет а почему потому что я всегда шла на поводу у того что мне нравится и я никогда не жалела для этого времени и денег никогда я в свое образование но где-то 1200 точно вложила как минимум и я образовывалась образовалась до образовывалась на одном из этих образовательных мероприятий меня нашла моя первая клиентка которая настояла на том чтобы я ее консультировал а до этого меня нашла другая которая настояла на том чтобы я ее начала одевать то есть это к чему к тому что самопознание на что нравится что приносит удовольствие и не только знать что тебе нравится и приносит удовольствие но уделять этому время внимание деньги до выделять если нужно опять же потому что это что наши хочу это про рапорт с пространства я хочу мне это интересно я хочу поехать раз и еще раз и еще раз и еще раз и еще раз я хочу поехать да там изучать моду стиль я не знаю зачем мне это да я не знаю зачем я сейчас только бабок отдам за все это обучение ну вот ну вот надо надо потому что хочу надо потому что хочу все раз 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 и еще раз а потом все это окупилась и возвратилась и вот следующий вид то когда я поняла что господи есть что-то более интересное чем мода есть голова ее надо изучать там даже можно наводить порядок и так далее самые интересные вещи все я пошла на поводу своих желаний и пришло пространство и сама постучала почему я так настоятельно да почему в пбп первым уроком идет самопознание самый первый то есть самый ленивый студент самый отъявленный двоечник и лентяй который только открыл тренинг но он хоть что-то посмотрит и хоть что-то запомнит даже если он дальше не пойдет потому что это самое важное это самое важное в работе над собой с собой в рапорте с пространством это самое важное в жизни вообще понимаете самопознание знать себя знать что тебе хочется нравится а уже следующий момент это для смелых потому что да кто-то знает себя но что говорит это неважно важнее что ну что-то там кто-то да муж важнее важнее но это ж надо куда-то ехать это ж надо деньги вкладывать я лучше там ремонт сделаю где-то еще что-то сделал еще в общем понятно то есть мои желания на последнем месте говорить себе человек надо что-то обыденное и так далее здесь уже для смелых до насколько вы себя любите насколько вы себя уважаете насколько вы себе даете нужное и пространство идет навстречу поэтому я настаиваю на том что себя нужно узнавать и давать себе нужно давать себе нужно а не для смелых что называется да ну наверное придется чем-то жертвовать у меня обошлось без жертв единственное вот во что верили к вопросу о том за сколько вы готовы работать на наступает такой период когда ты понимаешь ну что ты не готов но не хочется больше все это уже будет отвращение к работе сначала ты ставишь одну цену ты работаешь с удовольствием а потом ты понимаешь что все но не хочу я лучше посплю чем я буду работать за эти деньги раз и повышаешь цену и вот этот момент повышения стоимости твоих услуг он конечно не для слабонервных потому что там что там приходит страх саботаж еще кто-то приходит критик критик и начинают а вдруг никого не будет а вдруг что-то там понятно а вдруг и так далее это нормально это бывает у всех ну вот здесь просто новый я опять же выбираю выбирать себя выбираю выбирать себя хотя не всегда этот момент кстати легко дается не всегда честно скажу не всегда легко дается но вот это вот я себе говорю так давай раз еще раз давай возвратимся к тому что было год назад давай возвратимся к тому что было два года назад давай возвратимся к тому, что ну давай вспомни, вспомни механизм. Ты с собой честно поговорила, за какую цену ты готова консультировать, за какую цену ты готова, за какую цену ты готова, то и сё. И стоишь на своём, всё, веришь. Ой, хочется отношений как быть. А, не хотелось, и сейчас не хочется замуж, а хочется отношений и детей. Ой, короче. Это что-то такое, смесь армяна с чемоданом. Никогда не влюблялась, а хочется. А девушка консервативная без замужа не представляет. Слушайте, давайте откровенный разговор с самой собой. Чего хочется-то? Вот конкретно. Потому что когда мы пытаемся в угоду современным веяниям что-то из себя слепить, ничего хорошего из этого не получается. То есть, если вам, ну вот по-честному, хочется замуж? Если ответ да, да, хочется замуж. Всё. Так и декларируйте пространство. Пространство, я хочу замуж. Всё. Да? Но вот это вот, ой, не надо замуж, печать, это не важно, можно и так жить, главное, любовь, главное, что-то ещё. Так, это всё хорошо. Я замуж хочу? Спрашиваем у себя, я замуж хочу? Тебе замуж хочется? Это ценность? Хочу замуж, всё. Хочу замуж, да? И всё, что туда, вот весь пакет, детей, любовь, деньги, мужа любящего и так далее. И замуж при этом. То есть, не надо себе ни в чём отказывать. Не надо говорить или, или, ещё что-то, будет ли это современно и так далее. Всё, лишь бы вам хорошо было. Это самое главное. Раздражать собственной собакой, не ору. Решайте проблемы в вашей жизни. Вам не собака мешает, вам жизнь не угодила. У вас какие-то проблемы в жизни, которые вы не решаете. Вот просто вы их не решаете, вы их игнорируете. Вы от них прячетесь, отвлекаете себя на мелочи. Вот Инстаграм сидите, смотрите. Вместо того, чтобы решать, начать проблемы в своей жизни. Крики. Собака, она же такая же, правда? Она не поменялась. Всё. Если собака, ребёнок, муж, если ничего такого не произошло, то есть, каким был человек, такой вот он и есть. Ребёнок, каким был до этого, вот он такой сегодня. И вы вдруг ловите себя на мысли, что вы начали орать на собаку, на мужа, на ребёнка, на кошку, на маму. Вы орёте на себя на самом деле. Вам ваша жизнь уже не нравится. Её надо менять. А вы себя отвлекаете. Как донести при первом свидании, что интересует долгосрочное отношение? А вы уверены, что вас с ним интересуют долгосрочные отношения? Вы согласны, вот так вот, не зная человека? Нет, не уверены, не знаю человека. А зачем ему впиндюривать то, в чём вы не уверены? Или вы ему хотите рассказать, что вы вообще в жизни... Я вообще по жизни хочу серьёзных отношений. Вот сейчас нахожусь в поиске. Тоже зачем? Лишняя информация. Будьте в моменте, изучайте человека. Изучайте человека. Вообще. Он вам сейчас понравился? С ним разговаривать вообще можно? Он адекватный? Отлично. В голове у него что? О чём думает? Что для него важно? Мне вообще с ним комфортно? Так, мне с ним есть о чём поговорить? Ага, уже легче. Так, разговор как-то пошёл. Какие-то шуточки. О, комфортно себя чувствую. Или наоборот, некомфортно. Ну, то есть первое свидание, вы ещё не поняли, кто перед вами. Какие серьёзные отношения? Смотрите, может быть, вам кажется, что вы себя как бы высоко несёте. Нет, вы себя обесцениваете. Когда вы, кому попало, первому встречному, поперечному мужику, пусть вы даже с ним два года переписывались, но переписки, это прекрасно, их надо делать, но тем не менее, они очень часто за живым человеком ничего общего не имеют. Человека надо узнавать вживую. В переписке очень хорошо, очень, ну, как-то легко казаться кем-то. Узнаём человека. Вы узнали человека по переписке, сейчас вы заново начинаете узнавать человека вживую. Вы его узнаёте. То есть вам может кажется, что, ну, это будет говорить обо мне, что я не такая, я жду именно замуж, декларирую это сразу. Я вам никто попала. Но именно таким образом вы себя обесцениваете, потому что вы первому попавшемуся мужику, вот первый раз вы видите вообще, кто это, что он там писал не имеет значения. Он может быть 10 раз женат, у него 10 любовниц, он там про себя придумывает, какие-то переписки пишет, да. И вы там первому попавшемуся мужику рассказываете о своих ценностях, с какого перепугу. Человек должен заслужить, чтобы вы были откровенны. Поэтому сидите и наблюдайте за ним, кто это вообще такой, пусть он себя покажет. Понимаете? То есть на первом свидании цель посмотреть вообще, есть ли общий язык какой-то, общий язык. Разговаривать вообще можно, вы друг друга понимаете. Следующий момент, ощущения, как чувствуется, удобно, неудобно, хорошо. Если неудобно, то это к чему имеет отношение? Это он как-то на меня немножко давит, и мне неудобно? Или это я себе придумываю, и это мои какие-то комплексы, которые хорошо бы подчистить, да? Раз такой индикатор, так, как мне, как ему, как с ним, как разговор, шуточки, смех, что вообще, как ощущаю себя. Какие-то такие детали, которые тоже очень важны. Кто к кому приехал, где встретились, как выбирали место. Вас посадили на пластиковые табуретки, или вас в какое-то хорошее место красивое привели. За такси вам заплатили или не заплатили. Опять же, вас это устраивает или нет? То есть вы сразу считываете, о, джентльмен, и как-то дверь открыла, и это приятно, все, хорошие такие ощущения. Или какой-то стеснительный парень, где-то здесь замялся, здесь как-то, интересно так. Смотрим, наблюдаем дальше. То есть мы не ждем момента вывалить. Смотри, мне нужны серьезные отношения, ты у меня смотри, не забалуй, я здесь не за этим, я только здесь за серьезным отношением. Вы от него какой реакции ждете? И что теперь дальше с ней делать? В ЗАГС идти? Или что делать? Я эту тетку первый раз вижу, думает мужчина. То есть она что от меня хочет? Я должен сказать, что я тоже хочу серьезных отношений? Так я эту женщину первый раз вижу. Вы меня извините, ребята. Она муж, конечно, хорошая, но я ей сегодня ничего пообещать не могу. Понимаете, да? Ну, то есть мы себя как будто отдаем первому встречному, который замуж возьмет. И нам пофигу, какой он. Ну, то есть наоборот происходит обесценивание себя. Три раза подходит по прошайке, транзитом мимо всех, центр города людей. Это транслирует жертва, лоха или что-то еще. Это низкая самооценка, это то, что я вижу сразу. Я не знаю, что еще. Низкая самооценка. Почему? Потому что вы взяли это на свой счет. Они работают в центре города по прошайке. Они подходят ко всем. Их цель обойти как можно больше людей. Они постоянно двигаются. Они постоянно, вот представляете, да? Все, их много. То есть при чем здесь вы? А вы взяли на свой счет. Я что-то транслирую. Значит, надо повышать самооценку. Нормально ли то, что мужчина работает, для него больше никого не существует? Да, есть такой тип мужчин, для которых это нормально. И есть такой тип женщин, для которых это нормально. Да, нормально. Есть такие отношения с целью. Когда есть человек, есть цель. Это называется фанатики своей работы. Если отношения только начинаются, вдруг ему вдруг попалась какая-то цель, он ушел в нее, это нормально. все. Это мужчина коры, сильные лобные доли. Это как раз тот случай, когда мужчина смотрит, так, у меня какая-то идея здесь, и я понимаю, что я себя должен ей отдать. Все. У меня не получится строить бизнес и общаться с этой девушкой. Потому что девушка хочет серьезных отношений. Уже у нас завязались какие-то долгие переписки, регулярные свиданки какие-то. То есть, короче, или надо продолжать, как уже, регулярно встречаться, такие плотные переписки, разговоры, либо надо это вообще прекращать. Просто предлагать ей, слушай, давай раз в два месяца встречаться, когда у меня время будет, ну, это как-то даже неуважительно к ней. Поэтому я с ней расстаюсь. Я ей говорю, Маша, извини, ну, все, у меня просто нет времени. И это реально так. И это нормально. И это не значит, что человек не любил. Это значит, что у него сильные лобные доли. То есть, человек идет не на поводу у эмоций, не на поводу у чувств. Человек идет на поводу у цели. Конечно, некоторые скажут, значит, он не любил. Нет, он любил, но он собой управляет. Он взвесил и сказал, так, все, я ныряю в бизнес. Прощайте, ребята. Когда сложно или устало, вспоминаю ваш палец на ноге. Меня это вдушевляет. Слушайте, это классно, потому что у меня тоже есть несколько таких историй из жизни других людей, которые сильнее меня, да, пережили всякие такие штуки. И вот, когда мне особо сложно, я себе говорю, так, проснись и пой вообще. Ты живешь в раю, что ноешь? Давай. Это очень хорошие приемы к вопросу о том, что мы должны знать, как себя готовить. Мы должны уметь это делать. Это значит, вся работа над собой прошла не зря. Потому что это не только техники, которые мы из тренинга берем, но и вот это вот, что называется, смотришь на себя, как мне себя заставить работать, как мне себя заставить пройти сквозь этот страх, как мне себя заставить пройти сквозь этот саботаж. Да, я беру чью-то историю и сама себя мотивирую, сам себе мотиватор. И смотрю, смотри, кому-то было сложнее, к тебе вообще грех жаловаться, кому-то было труднее. Бери и делай, бери и иди. Так что, вот, поздравьте себя, все у вас хорошо.